Я бы так же обещал, и вы будете как боги, знающие добру и злу. Вы будете как... Господи! Вы будете как вашим лидерам. Это понедуг непокорности. Понедуг непокорности, который дьявол сеет везде. Покорные люди остаются меньше и меньше и меньше. Женщины, мы всегда были образцами покорности. Как мы относились к нашим мамам, как мы относились к нашим папам, как мы относились к государству, как мы относились к нашим пасторам. Известно, что женщины по сравнению с мужчинами всегда более покорными. Но дьявол приходит и спитывает нас на эту тему покорности. Дьявол говорит, вы будете как боги. Зачем? Бог и так уже создал их. Когда их вообще не было, дорогие женщины, как я молюсь, как я молюсь, чтобы Бог дал вам откровение, как я молюсь, чтобы вы понимаете, Бог создал все. И сам создал человека. Это была идея Бога. Где змей был? Когда Бог придумал создать человека. Где был Адам, где был Ева, их не было. Поэтому Бог говорит, что если бы только ты знал, я говорю вам сегодня, дорогие женщины, если бы вы только знали, кто такой Бог, если бы вы только знали силу Божию, Бог, который подумал о вас, даже когда вас нету, тогда какое право у нас есть сегодня отслушаться? Какое право у нас сейчас есть, начиная заботиться о своей жизни, моей жизни? Моя право. Крестьянство у нас право отказаться от всех наших правил. Ради Господа Иисуса Христа. Ради того, кто умер за нас. Ради того, кто отдал свою жизнь за нас. Дьявол сеет семье непокорности. И мы не должны позволять ему бить непокорно в нашей жизни.